Здарова! Вы снова на канале НВП-73 и сегодня мы поговорим о том, что взять с собой в армию. Но речь будет не о той ситуации, когда гражданин собирается служить по контракту или призывается на срочную службу, а когда вот прямо всеобщая мобилизация, то есть война в полный рост, а не локальная раздача звездюлей всякому сброду. Некоторые зрители могут сейчас сказать, да зачем мне вообще идти воевать за эту страну? Она мне ничего не дала и я не вижу никакого смысла. Если начнется война, я просто свалю куда-нибудь деревню подальше и никто меня никуда не мобилизует. Так вот, дорогой зритель, как произойдет на самом деле? Если случится вооруженный конфликт со всеми признаками полномасштабной войны и это осознается там, где надо, то для тебя произойдет следующее. К тебе в дверь постучат и на пороге ты увидишь офицера из инкомата, который вручит тебе повестку о мобилизации и скажет, что тебе нужно собрать вещи и выйти во двор прямо сейчас. В противном случае тебя арестуют. В дворе ты встретишься с другими такими же ребятами, с сумками и пакетами и пока что едва читаемым страхом в глазах. Потом вас всех погонят в учебках, где дадут немного пострелять с автоматов. Кто-то постреляет с пулеметов и гранатометов, а кто-то даже с пушек, которые выкатят с оставшихся складов мобрезерва. Потом вас всех распределят по боевым частям и там тебе станет действительно страшно, когда ты заметишь, как на вас смотрят те кадровые офицеры, которых прислали вами командовать. И вот там ты с ужасом осознаешь, что у тебя нет ни знаний, ни вещей для того, чтобы выживать в этих новых для тебя условиях. Поэтому мы провели очень глубокое и очень всестороннее исследование и составили свой перечень, который не вызовет нареканий у принимающей стороны, то есть у военкомата. Конечно, хочется взять всего и побольше, желательно еще любимый диван с клавиатурой, но мы искренне старались умерить пыл и фантазию. В этот перечень у любого человека должно попасть не то, что ему хочется взять, а то, без чего ему не обойтись. Перечень учитывает тот факт, что любая война это прежде всего быт. Только в нестандартных условиях. Жрать, спать, ходить и носить одежду вам там придется всегда. Еще иногда, возможно, надо будет стрелять из чего-нибудь, но это не точно. Мы не рассматриваем в этом перечне военное снаряжение вроде разгрузок и рюкзаков, так как если вы увлекаетесь военной тематикой на гражданке, скорее всего, у вас и так уже есть все, что вам будет нужно и удобно. А если не увлекаетесь и у вас из военного только камуфляжная куртка от Тимати, то снаряга у вас будет только та, что выдаст вам Родина. Выбора у вас точно не будет и брать будете то, что дадут. И да, также мы учитываем тот факт, что для вас возможен такой вариант мобилизации, когда может дойти не только до кирзовых сапог и карабинов СКС, но и до Галипе, ППШ, ППС-43 и винтовок Мосина. Итак, что же с собой желательно взять? Сигареты, несколько зажигалок, спички и сухое горючее. Если вы курите, то сигареты вам никто не подвезет на заказ, потому что на войне Яндекс.Доставка не будет работать. А если не курите, то сигареты можно выменивать на всякие ништяки у тех, кто курит. Спички и зажигалки, опять же, если вы или другие курят. И потому что иногда на войне надо разводить огонь. Делать это трением, линзой или выбиванием искор с камней так себе затея. Спички вообще желательно брать охотничьи и держать их вместе с сухим горючим в защищенной от влаги упаковке. С помощью этого комплекта можно разжечь костер практически везде и в любую погоду, с дровами разного качества. А также поджечь то, что не подожжет при помощи обычных зажигалок и спичек. Например, покрышки, которые являются не только средством борьбы за демократию, но и нештатным средством постановки дымовых завес, как маскирующих, так и ослепляющих. А также средством создания пожаров, выкуривания и удушения противника в здании. Скажете бред? Тогда попробуйте усидеть в подвале, в котором подожгли пару покрышек. Соль и чай. Потому что с солью можно съесть даже отвратную на вкус еду. Фрикасе из молодого барашка и тирамису с клубничным соусом на войне не подают. А чай, потому что это хоть немного, но бодрящий напиток. Ну и просто потому, что пить горячий чай намного приятнее, чем просто горячую воду. Трусы и носки. Потому что это будут самые часто сменяемые вещи в вашем гардеробе, которые придется стирать и сушить, чтобы не завшивить и от мокрых носков не получить неприятную хрень на ногах в виде натертости или грибка. Еще надо будет взять мыльно-рыльные принадлежности вроде зубной щетки, зубной пасты, бритвы и мыла. Желательно по несколько штук. И туалетную бумагу. Потому что полевые газеты нынче не выпускают, а соблюдать гигиену рукой, ну так себе мероприятие. Еще надо будет взять с собой крем. Любой. Хоть для рук, хоть для ног, хоть для нежной женской кожи лица. Потому что если после 30-километрового пешего марша вы себе натрете штанами все, что только можно, вы будете очень долго жалеть, что не взяли с собой ничего, чем можно помазать трущиеся места. Ручки, карандаши, блокнот, часы и пара пакетов. Потому что может случиться так, что вы очень быстро окажетесь в числе наиболее опытных, уцелевших рядовых. И вас, возможно, назначат командиром пехотного отделения. Ручки и карандаши нужны для того, чтобы что-то записывать. Например, маршрут движения, план боя и свою задачу в нем. Или составить карточку огня. Блокнот для того, чтобы было, где все это писать. А часы для того, чтобы с такими же бедолагами, как и ты, действовать согласованно по времени. Потому что китайские часы из комплекта снаряжения и ратник вам уже не достанутся. Пакеты нужны для того, чтобы заворачивать в них ваши блокноты, карты, ручки и карандаши, чтобы они не промокли. Красивых тактических планшетов на моле вам тоже никто не выдаст. А если это большие пакеты, то их можно надевать на ноги между носками и ботинками, если последние безбожно промокают. Очки для защиты глаз. Пойдут хоть строительные за 100 рублей, потому что когда в глаза попадает пыль, вторичные осколки бетона, кирпича, дерева и земли, вы уже не в состоянии нормально вести прицельный огонь и вообще уже не боевая единица. Нож. Не долбанный тактический пыряльник за несколько тысяч рублей, а маленький раскладной нож. Если непонятно, он нужен для ведения хозяйственно-бытовых дел. Потому что штык-нож, который, как известно, не штык и не нож, выдается солдату только для того, чтобы его всегда можно было отыметь за утрату оного. В штыковую нынче никто не ходит. Ну или вообще взять небольшой мультитул. Маникюрные ножницы могут быть в его составе. Если ногти на ногах порвут изнутри ботинки, то это вызовет ненужное внимание в вашу сторону со стороны войсковой контрразведки, как факт умышленной порчи военного имущества. И дела ваши станут совсем плохи, товарищ призывник. А у кого они там будут хорошие? У вас дела будут не просто плохие, а еще хуже, чем раньше. Гораздо. Кошмар. Кошмар. Что будем делать, товарищ контрразведчик? Будем помогать соответствующим органам выявлять неряшливые элементы в армии. Ногти на руках. Лучше не грызть зубами, потому что современный человек имеет слабый иммунитетишко, не то что крестьянин, а вторую мировую. Поэтому дричь заработать элементарно. Следить за состоянием ногтей важно не только с точки зрения гигиены, но и потому что их можно запросто сломать, а ваше снаряжение и оружие. Тогда вам будет больно, надо будет бинтовать палец, и по закону подлости он будет тыкаться во все подряд при любом действии. Ложку и кружку могут не выдать, поэтому возьмите с собой железную ложку и железную кружку. Не надо брать с собой красивую фарфоровую чашечку из чайного сервиза на случай важных гостей. Шнурков два комплекта, длинные, для высоких ботинок, понятно для чего. Несколько носовых платков. Портянки, если будут выдавать на складе, тоже желательно взять. В крайнем случае будет дополнительный материал на заплатке. Кстати о заплатках. Иголку и нитку тоже желательно взять, потому что все ателье закроются вместе с Яндекс.Доставкой. Борщить с количеством снаряжения его модностью не стоит. Когда всего полно, становишься мишенью для крашеных падений. И вообще лучше не показывать, что у тебя что-то есть, потому что задолбают по прошайке, а могут и вообще убить в бою, чтобы смародерить. Кто-нибудь может сказать, как же так? Мы же вроде все идем родину защищать. А вот хрен там плавал. Вы-то может и идете, а вот какого-нибудь рядового долбоклюева на призывной пункт привели полицейские. А буквально на днях рядовой долбоклюев зарезал розочкой гражданина мудакова из-за долга в 500 рублей. Просто дело еще не раскрыли. А долбоклюев уже в армии. Прямо в вашем отделении. И возможно уже присмотрел ваш Лизерман за 20 тысяч рублей, фонарь Зенит и перчатки от Механикс, с которыми планируют дезертировать на ближайшем железнодорожном разъезде. Где так сладко пахнут хвои и сосны, вплотную подступившие к путям. Брать с собой ваш супермодный обвес на калаш тоже не стоит. Потому что в общевойсковом бою, на который вас всех погонят, толку от него не будет никакого. А если вместе с автоматом Родина выдаст вам подствольный гранатомет, то лучше поставить его. Потому что даже от самого задрюченного ГП-25 пользы в бою будет в разы больше, чем от самого тактического цевья с планками Пикатинни, передней рукоятки от ФАБ-Дефенс и инфракрасным целеуказателем. Как бы поставить подствольный гранатомет можно только на штатное цевье от автомата Калашникова. Некоторые неокрепшие умы почему-то думают, что как только они попадут в армию, их сразу заберут в секретный спецназ для выполнения секретной задачи в секретном вражеском тылу. Почему-то никто из них не думает, что он попадет куда-нибудь в артиллерию каким-нибудь шестым номером расчета буксируемой гаубицей Д-30. И оперировать он там будет исключительно ломом нетактическим, выковыривая сошники стани из земли после стрельб. А вместо подсумка ФАСТ у него будет штатный подсумок от автомата Калашникова на бок, которого магазины могут прижаветь. Настолько редко они будут ему нужны. Теперь о медицине. Вам выдадут жгут, ИПП и аптечку АИ номер какой-нибудь. Жгутом и ИПП вы будете бинтовать себе оторванную ногу, перезаряжая свободной рукой одним из 22 разученных способов тактической перезарядки Калашика. Аптечка АИ нужна для ликвидации первых симптомов лучевой болезни и отравления боевыми отравляющими веществами. То есть лечиться от поноса, случайных порезов и соплей штатно уже нечем. Поэтому сам инструктор поверил следующее. Перекись водорода и хлоргексидин, чтобы останавливать кровотечение и обеззараживать разные мелкие ранки. Ликопластырь в пластинках для того, чтобы эти ранки заклеивать. И ликопластырь широкий в рулоне для того, чтобы фиксировать эти пластинки и для того, чтобы заклеивать сорванные мозоли. Или клеить его на ноги до того, как вы натерли эти мозоли на марше. Фломастеры, йод и зеленка для обеззараживания ранок. Бониоцин, чтобы эти ранки быстрее заживали. Анальгин или найс или кетарол. Если болит голова, зуб и что-нибудь еще, что мешает нормально жить и спать. Парацетамол или ринза, чтобы бороться с простудой и температурой. Активированный уголь. На случай, если съели чего-нибудь несвежего. Лапирамид или лапидиум, если активированный уголь не подействовал и вы дрищите дальше, чем видите. Бинт, несколько штук. Надеюсь, не надо объяснять, зачем нужен перевязочный материал. Игилок или папазол, если эмоции зашкалили и привели к скачку давления. Ренеэкспресс, для того, чтобы бороться с изжогой и всяким несварением от сухопайков. Также еще сюда можно добавить панкреатин для плавного вхождения в непривычный рацион питания. Достаточно одного блистера. А там, глядишь, его бьют. Для продвинутых пользователей аптечки. Окупан Биокадекс. Наиболее сильное, не наркотическое и пока безрецептурное обезболивающее. Для серьезных случаев типа ранений и переломов. А не от головы. Томифлю и азитромицин. Он же сумамед. На случай, если понимаете, что у вас не сопли обыкновенные, а реально грипп, ангина или что-то в этом роде. Со спиртом эти препараты вообще несовместимы. Потому что ваш штатный медик будет лечить вас именно им. Так как ничего другого у него не будет. Если вы впервые слышите перечисленные названия, то не берите даже их. Также желательно взять с собой капли для носа и спрей для горла. Потому что в подобных условиях заработать такие вещи, как насморк и боль в горле, проще простого. Всю вашу маленькую аптеку желательно компактно упаковать в одном месте, в подсумке. Хотя бы немного защищенным от внешних механических воздействий и влаги. А вот брать с собой новомодную медицину первой помощи, которую вам рекламируют тактические медики на тактических каналах, бессмысленно. Будьте объективны. Если вы окажетесь в состоянии охреневания от боли после ранения, вы не выполните такие манипуляции, как вскрытие подряд трех разных ампул и смешивание их содержимого в одном шприце. Вы не воткнете себе в грудь иглу для декомпрессии пневмоторакса. И самостоятельно в рану вы себе не натолкаете бинцелакс. И рядовой долбоклюев вам в этом ничем помочь не сможет. Потому что пока вы изучали тактическую медицину на ютубе, рядовой долбоклюев изучал влияние настойки боярышника на его центральную нервную систему. Упакуйте все ваше барахло в самого стрёмного вида рюкзак. Почему? Потому что рядовой долбоклюев по-прежнему служит в вашем отделении. Не забудьте, что ваш дресс-код также должен соответствовать рюкзаку. Забудьте такие термины, как икаремиссия, мультикам, атакс и прочее. Вы не один. У вас толпа. От того, что вас одного извода в вашей крутой форме не разглядят в приборы ночного видения, толку не будет никакого. Потому что вокруг вас будут другие люди в самой обыкновенной форме. Реактивной системе залпового огня вообще до фонаря все ваши икаремиссии и тактические прибамбасы. Мы сейчас рассмотрели самый худший для рядового гражданина вариант мобилизации, когда еще вчера он жил мирной жизнью, а сегодня его уже отправляют на войну, и ему приходится что-то думать и соображать на ходу, просто чтобы выжить. 21 июня 1941 года умение воевать и работать в тылу не было нужной подавляющей части населения СССР. 22 июня 1941 года эти навыки понадобились уже всей стране. Одна из ключевых вещей, вокруг которой строился этот сюжет, это то, что в случае какой-либо глобальной войны никто кроме вас самих не пойдет отстаивать вашу страну, ваши интересы, ваши семьи и само право вашего существования в этом мире. Суть некоторых вещей со временем не меняется. 80 лет назад на Великую Отечественную войну пошли простые люди, которые еще вчера были учителями, студентами, водителями трамваев и продавцами в магазинах. А сегодня они пополнили ряды снайперов, артиллеристов, летчиков и моряков. Случись такая война сейчас, в нее отправят точно таких же простых людей, которые еще сегодня были автомеханиками, водителем троллейбусов, учителями и студентами. Потому что у государства нет других солдат, кроме тех людей, которые проживают в этом государстве. И вопрос твоего выживания во всем этом замесе зачастую будет зависеть от того, насколько ты к нему готов психологически, физически и технически. И последнее, мы искренне всем вам желаем, чтобы вам никогда в своей жизни не пригодились советы из этого видео. С вами была команда НВП-73. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирного вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой. Тренируйтесь грамотно, живите своим умом и мирным вам неба над головой.